Играя в GTA Online последние несколько лет, я заметил, что в открытых сессиях часто происходит вакханали. Если в 2018 году вас убивали во время перевозки груза, то это еще считалось нормальным, так как игрок, убивший вас, получит немного денег и опыта. Однако в 2020 вас могут увидеть просто так. Вот совершенно просто так. Вы идете по улице до вашей машины, которую достал механик. Вам летит ракета из опрессора. Вы везете груз? Вам летит ракета из делюкса. Вы просто наслаждаетесь игрой? Вам летит ракета из скрамджета. Ваша судьба в открытой сессии предопределена на момент подключения к ней. Вам еще повезет, если какой-нибудь читер не захочет крашить игру в ас, либо взорвать всех игроков в лобби. Это их любимое занятие. Вот же шипанта, а? И что-то люди начинают выходить из сессии, и у меня что-то игра подвисла. Блин. Меня назрел вопрос, а возможно ли ни разу не умереть в открытой сессии, если я захочу пройти всю карту GTA с юга на север? Да даже на машине это не всегда получается с первого раза, поэтому это будет очень интересный челлендж. Но чтобы он был более объективным, нужно ввести несколько правил. Первое правило. Я отключаю миникарту, чтобы не видеть игроков. Второе. Я не могу стрелять в игроков. И третье. Сессия должна быть заполнена минимум на 20 человек. Стартовой точкой я выбрал аэропорт, точнее вход в него. Конечной же точкой выступает самая северная точка Палета Бэй. Все расстояние я могу только бежать, идти и прыгать. Я часто избегаю всех игроков в открытых сессиях, и поэтому до начала своего испытания я думал, что добегу до конца чуть ли не с первого раза. Однако, как вы понимаете, этого не произошло. Перед началом первой попытки я бы хотел попросить каждого досмотреть видео до конца, так как в конце видео я расскажу про розыгрыш. И первая проблема, с которой я столкнулся, была найти более-менее заполненную сессию. Мне постоянно попадались сессии, заполненные только на треть или даже меньше. Но спустя некоторое время я нашел подопытную сессию. И вот я отключаю миникарту, и первая попытка пошла. Первый блин комом, как известно. Поэтому я рассматривал эту попытку как тестовую. Я решил побежать по левому пути. Мне просто так захотелось. Я бежал, бежал, бежал. Добежав до богатого района Лос-Антоса, я услышал выстрелы рядом со мной. Опа, пальба началась. Так, бежим, бежим оттуда. Синписи просто начали бегать, как бешеные. В принципе, они всегда так себя ведут. Рядом я никого не увидел и немного расслабился. Но вскоре последовал взрыв, который я только услышал. И спустя несколько секунд я услышал звуки машины сзади себя. Обернувшись, я увидел хоромированный болид, который сбил меня. Сирены тут орут. Ой. А, я понял. Все, мне, видимо, бан. Ну, конечно, да. Так, попытка не пытка называется. Все только начиналось. Попытавшись отомстить этому игроку, я смотался оттуда, дабы не саграть его окончательно на меня. Во второй раз я побежал также по левому пути. Водители НПС не давали мне заскучать, так как вели себя очень странно. Вообще, найс-водитель, да, он тупо развернулся и поехал по встречке. А, и опять развернулся. Нормально. А, что он творит? НПС норм, как бы. А, ну, понимаю. Сейчас она взорвется, все, сейчас пойдет на... А, понимаю, это не та заправка, да. Бежим отсюда. Смотрите, что они творят, НПС. Они, о них... Ладно. Добежав до выезда из города, я бахнул газировки, чтобы восстановить ХП. Да, я мог и поесть еды, но так будет аутентичней. Найс, спасибо. Ну ладно, тогда ЕКОЛу бахнем, в принципе, почему бы и нет. А почему ты выполз, пранк? Понимаю. Я уже потихоньку приближался к цели, ведь самое сложное уже посади, это город. Но мои мечтания разрушил чел на самолете Лейзер, который, вылетая с базы Форзанкуда, решил прихватить меня с собой на носу самолета. Опа. Так. Ну, это, я так понимаю, залет, да? Ну, конечно. Ну да, давай, давай, давай. Ну давай, давай. Давай, давай, давай. О, да. Нормально, нормально. Если честно, я не ожидал, что меня будут так уничтожать. Вернувшись на стартовую площадку в третий раз, я решил начать свой трип по правому пути. Может, смена тактики мне поможет. Уже вечерело, значит, меня будет сложнее обнаружить. Пробежав аккуратно через весь город, я решил заскочить в казино. И вот вам мои приключения в нём. Ну, здравствуй. Давай начнём с такого не очень жёсткого, я так могу сказать. Давайте начнём с 15 кэса. Погнали. Берём. Всё. А, ничья. Ну ладно, ладно. Повышаем ставку. Победили. Найс. Ещё больше. Ещё. Выиграли. Ещё больше. Дабл. Ну, это бан. Ставим 40. Ой, я не то нажал. Ну, ладно. Ну, всё. Это последние мои бабки. Найс. Выиграли. Ставим максимум. Мы выиграли. Ладно, с меня хватит. Поняв, что уже достаточно, я вернулся к своему важному заданию. Я всё бежал, бежал. И пока я бежал, я понял, что я бежал. Да нет. Я понял, что во время этого челленджа мне не было слишком скучно. Я не знаю, как у Rockstar это получилось, но я, зная всю карту вдоль и поперёк, играя в эту игру уже 5 лет, ни разу не взял телефон в руки, пока выполнял этот квест. Я любовался красотой пейзажей. Слушал обрывки песен из машин, проезжающих мимо. Слышался в разговоры прохожих. Это поистине легендарная игра. И с таким заявлением я сейчас выполняю этот квест. Этого не должно было произойти. Ладно, отойдём от темы, которую я уже объяснял в предыдущем видео. Вот, кстати, подсказка на него. Перейдём к нашему путешествию. Пройдя всю пустыню, я дошёл до железнодорожных путей, которые помогут мне преодолеть Чилиад. Осталось только дождаться поезд, и челлендж будет практически выполнен. Пока я, значит, доедал крошке из своего пакета с сухариками, чел на опрессоре решил послать меня далеко и надолго, то есть взорвать меня. Это слово полностью выражает мои эмоции. Возвращаясь в город с отчаянием, до меня докопались ещё два опрессорщика, от которых отвязаться было не так уж и просто. Но я должен был добраться до аэропорта любой ценой, и я это сделал. Второй раз. Да, понимаю. Вот уже моя четвёртая попытка обойти всю карту Гаталлайн без смертей. В этот раз я пошёл по левому пути. Но не успел я далеко уйти, как меня принял чел на перекрёстке, который захотел убить меня прямо из его оружия. Так, ну да, не успел я ничего сделать. Меня опять-таки раскатали. Да, ладно. У меня, если честно, уже не остаётся надежды о выполнении этого квеста, и моя последняя попытка просто не сравнится со всеми другими. Получив много опыта от предыдущих попыток, я пошёл по правому пути. Он обычно безопаснее, так думал я. Спустя несколько минут на небольшом мосту я встретил того, кого не хотел бы встретить, а предострочек. Понимаю. Ну, видимо, мне ещё один баг. Точнее, бан. Тут я что могу сделать? Просто бежим. Просто бежим. Бежим. Не, у меня рано или поздно раздавит, я уверен. Ааа. Нет. То он вернётся, я отвечаю. Я совершенно не ожидал такого исхода событий. Причём, этот чел спустя 30 секунд уничтожил груш другого игрока, а меня он почему-то не раскромсал. Но не только этот момент показал неординарность последней попытки. В этот раз я бежал всё время по самому восточному шоссе Лос-Сантоса, так как там обычно мало игроков. Потом мне нужно было сменить курс на железную дорогу, которая перевезёт меня на ту сторону Чилиада. Поймав поезд и не поймав маслину, я благополучно переехал к лесопилке и вышел на шоссе. Так, а вот и поезд. Он меня сейчас как раз-таки добросит до туннеля. Так, а вот в принципе и моя остановочка. Мне оставалось совсем чуть-чуть. Я уже предчувствовал победу. И я сам не верил, что такое возможно. Но у меня так и не получилось это сделать. Понимаю. Ну, что я могу сказать? Это окрашнулось. Не знаю почему. Просто без ошибки. Вы сами это видели сейчас на экране. Просто вылетело. Это испытание показало нам, что творится в открытых сессиях. Причём читерами я практически не был затронут. Мне ещё повезло. Игроки ведут себя очень негуманно. Такое ощущение, что это школьники, которым это кажется очень смешным. Если уже вы хотите убивать всё, что движется, то вызовите копов и фаньтесь с ними до поездки в обезьянник. Играть в открытые сессии в последнее время стало практически невозможно. И я вам это доказал. И ещё я прошу тебя поставить колокольчик и лайк, так как мне это очень сильно поможет. А раз уж ты посмотрел это видео до конца, то рассказываю тебе про розыгрыш, который состоится на моём канале, когда на нём наберётся 2000 подписчиков. Я собираюсь разыгрывать копии игры Red Dead Online. Победитель сможет выбрать деньги или игру. Так что розыгрыш понравится всем. А мне осталось только поблагодарить тебя за просмотр. И увидимся в следующем видео.